Приветствую вас! Давайте разберемся с тем, что вы написали. Значит, я хочу обратиться за помощью к вам. Помощи в чем? Встречал я женатого мужчины. Почему, Ирина? Почему вы встречали с женатого мужчины? Понимаете ли вы, что, встречая с женатого мужчины, вы по сути запрещаете себе нормальные, полноценные, здоровые отношения, в которых бы вы были единственной женщиной для него? Понимаете ли вы, что тот факт, что вы встречали с женатого мужчины, означает, что у вас в некотором смысле заниженная самооценка при условии, что вы встречали с женатого мужчины не ради того, чтобы встречаться? То есть, при условии, что вы встречали с женатого мужчины, ну, просто вот, для того, чтобы это то-то получилось, если вы встречали с женатого мужчины провести время, это одно дело, это вообще без, ну, это вообще нормально, это норма, ну, то есть, конечно, это не совсем нормально, но это более нормально, чем то, что вы встречались с женатом мужчиной, да, и там, допустим, ну, чего-то ждали, чего-то ждали, а то и ждёте, а то и ждёте до сих пор, вот, это... Вещи, конечно, совершенно разные. И так, для чего встречались с женатом мужчиной и почему? У меня родился сын. Что значит, у меня родился сын? Ирина, ну, вы же понимаете, что ваш сын, он родился не там по себе, ваш сын родился потому, что вы его родили, вы решили завести ребёнка, вы решили оставить ребёнка, вот. А, хотелось бы спросить, от кого сын? Я так понимаю, что, я так понимаю, что сын от мужчины женатого, вот, с которым вы, графики, встречались. Если так, то, опять же, непонятно, для чего, для чего вам сын, как вышла идея, как появилась идея его родить? Зачем? И так далее. Почему вы, почему вы, почему вы это сделали? Почему вы захотели, захотели родить ребёнка? Обрекая его, по сути, на жизнь без отца. Вот, по сути. По сути, да. Дальше. Так, эээ, мы не живём вместе, он нет-нет, но помогает, я хочу, чтобы он вернулся к нам обратно. А он уходил, если ушёл, то по какой причине? Я люблю его. Эээ, что есть для вас любовь, как она проявляется? Как проявляется ваша любовь к Ирине? Хочу вернуть. Ну, у него, у него есть семья. Эээ... Я бы сказал, что это страна любовь, при которой вы хотите вернуть человека, у которого есть семья. То есть, опять же, вам нужно определиться с тем, что вы хотите. Понимаете? То есть, если у вас любовь, то любовь должна как-то проявляться. Когда вы говорите, что хочу его вернуть, вы проявляете не любовь, а потребность. Вы проявляетесь потребность в человеку, проявляетесь потребность в том, чтобы он с вами был. То есть, вам что-то нужно, вы чего-то хотите, и за это перекладываете ответственность на... собственно... Ну, на мужчину, на другого человека. Вот. Может быть, вы его и любите, но конкретно это проявление не является любовью. Вот. Эээ... ну и, собственно, как вы хотите, чтобы мы помогли вам его вернуть, если у него есть семья. Если, допустим, у него в семье были какие-то проблемы, он... там... в бытность этих проблем решил, допустим, там... как-то вот отвлечься на стороне, да, вам... побыть с вами, а... когда у него... у него всё более-менее наладилось, он... соответственно... опять вернулся к своей семье. То есть, это... это адекватная позиция, адекватное решение. И... как вы хотите его вернуть? То есть, вы уверены, что человек вас любит вообще? Вы уверены, что человек хочет быть с вами? Ну, знаете, любовь, любовь, это когда мы ориентируемся на того, как его любим. Вот. Я не увидел тех, что вы ориентируетесь на него. Я увидел, что вы ориентируетесь на... 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 на себя. Вот. Понимаете, какая штука? Более всего, вы говорите, что он нет-нет, но и поможет. То есть, это происходит не... не постоянно, а... тогда, когда он... когда у него есть возможность. Безболезненно для себя помочь. То есть, вы для него не на первом месте с ребенком. Вот. И в какой позиции вы находитесь здесь? Вы находитесь в позиции жертвы. Да, в позиции просящего. В позиции униженных. Ну, так... давайте будем брать на себя ответственность. Учиться... учиться брать на себя ответственность. И... Беря на себя ответственность, будем уже что-то делать. Будем уже как-то взаимодействовать с миром и с людьми на более высоком уровне. Нежели... нежели тот, который сейчас... сейчас... вы используете. Так. Понимаете? То есть, мы можем подкорректировать ваше женское поведение. Мы можем раскрыть вашу женственность. Не факт, что она, эта женщина, которую мы можем раскрыть, а придется подвесе... мужчине, которого вы хотите вернуть. Абсолютно не факт. Совершенно. Я очень бы хотел, чтобы вы имели это в виду. Потому что это важно. Потому что... Это касается, по сути, всего. Вот. Что вы сейчас... Делаете. Вот. Так что вот. Так можно вам ответить. Надеюсь, что вы для себя все полезны и для счет. То есть, больше ориентироваться на себя, на то, что хотите вы, и уже потом на других людей. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Мне кажется, что вы боитесь одиночества. Мне кажется, что вы себя обеспечиваете. Мне кажется, что вы не считаете себя достойной и того, чтобы строить отношения с свободным мужчиной на рану. Мужчиной на рану. Вот. Вот этот момент, в первую очередь, нужно корректировать, чтобы вы поверили в себя, в свою ценность, в свою уникальность, в свою... достойность. Точнее, чтобы вы перестали сомневаться в ней. Вот. И тогда у вас все наладят, у вас и вашего ребенка. А пока, пока этого нет, то страдает не только вы, но и ваш ребенок. Так что, ради хотя бы него, вам нужно начать работу над собой. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Кррекция